Привет, друзья! Сегодня мы играем в Quake 3. У нас вообще лагает эта игра, капец, да? Ну, в принципе, должно отлагать. Да, этот Quake 3 создана была, она вообще хер знает каком году. Я тут потренился немножечко перед игрой, перед съемкой. У меня фризит. Это бандикам, это все, если что, из-за бандикама. Так что, знаете, ком, как бы у меня он игру норм грузит, но это бандикам у меня просто пипец. Он фризит, начинает игру. Ну, в общем, нормально, в принципе, играбельно. Так, что у нас тут? Грунт. Ну, это прикольная, кстати, игра. 2000-х годов, она, по-моему, в 1999-м создана была. Если вы хотите, чтобы я тут еще в онлайне играл, да, тут есть мультиплеер, напишите мне в ВК, потому что комменты, я скрываю, у меня они тупо не показываются. На компе, ну, в общем, да. Опа-на. На нахер. В общем, это прикольно. Это вроде боты сложные, но я хз. Я, кстати, тут в онлайне, ну да, я это уже сказал. Я могу еще кое-к 3 скачать, могу вообще все части кое-к 3 скачать. Ой, что я сказал? Ну ладно, посрать. А, классно, убили Ромулус, КСГО, классный ник я сделал, конечно, но надо было что-то сделать. В общем, у меня времени не так много, мне надо в школку, да, вы понимаете меня. Ну что, погнали тащить, Ранород. Что я могу сказать об этой игре? Игра очень старая, но, по крайней мере, тут геймплей очень интересный, завлекательный. Что я сказала, завлекательный? В общем, нормальный геймплей. Играть очень даже возможно. Для слабых ПК это вообще нормальная игруля. То есть, если прям вообще слабая ПК. У меня не самый слабый, конечно, комп, но он слабый. Классно. Ну, он, в принципе, эту игру тянет даже при съемке. Ну, вот сейчас у меня фризит, это потому что у меня с бандикавом всегда фризит. Когда у меня был фрапс, у меня все было идеально. Сейчас же фрапс я просто не могу скачать. Он у меня просто не скачивается с любых сайтов. Не работает. Ну, в общем, я как-то постараюсь эту проблему решить. Скачаю когда-нибудь, постараюсь. Фрапс. Ну, в общем, да. Графон, конечно, тут не ахты, но нормально, в общем, играть можно. Вот мне нравится именно сам геймплей. Вот, типа, это как, не знаю, в каких-то... Не знаю, как даже назвать, на какую игру это походит. Коик это и есть коик, как бы. И, наверное, рубрику я эту назову, типа, старая школа от Ватаопа, ну, что-то как-нибудь так. Это я, кстати, над этим задумывался. Я не знаю, назову как-нибудь. Просто реально, вот, в такие старенькие игрушки очень прикольно поиграть. То есть, ну, в плане того, что... Вот сейчас вот залагала жестко. Ну, а в плане того, чтобы что-нибудь новое на себе испытать. То, что вот CSGO, всякие, GTA, не знаю, но это такое. Это уже, не знаю, поднаедает все равно. А вот старые игрушки, они как-то что-то более интересное, нежели новое. В новых играх вообще, по сути, одно и то же. И графон один и тот же. Ну, как сказать графон? Ну, тут вообще, по сути, графона нет. Тут просто мыльные текстурки какие-то. Ну, в общем, да. А, я не знаю, еще какой-нибудь. Можно было Doom 3 какой-нибудь скачать. Посмотрим, короче. Или старый Doom. Хотя, нет, сомневаюсь, что старый Doom получится скачать. Мне кажется, он там вообще капец. Ну, вот. Doom старый, это на телефоны можно даже скачать. Но, типа, на компах это вообще ужас будет. Кстати, я нормально играю тут. Ух ты. Ну, может, это слабые боты? Я не описываю то, что это сильные боты. Ой, классно. Ну, в общем, видите, меня и убивают. Ну, я вам скажу. Я тут недавно, короче, вчера играл. Недавно вчера играл, классно. Ну, короче, вчера я играл тут. Чисто, чтобы перед видосом потренироваться. Так, хотя бы понять, что-то как тут. Как приседать. Я научился приседать. И все зафризило. Классно, спасибо. Благодарю, компуктер. В общем. Я вчера на сервер зашел. И там чувак русский был. Я немножечко прифигел. Ну, ведь это, типа, игра не такая популярная. И она древняя, типа. Я, конечно, понимаю, есть люди, которые играют вот в такие игрушки. Я не понимаю людей, тех, которые говорят, что CS 1.6 старое говно. Кто в это играет? Если что, это вроде бы на каком-то в топ-10 входит в стиме по запускам в месяц. Я точно не помню и точно не знаю, правдивая ли это инфа. Но мне кажется, что это так и есть. То есть, вот реально. Вот есть такие люди, у которых сильные компуктеры. И они говорят то, что фу, как вы в это играете. Вообще графона нет. А сам геймплей, он очень прикольный. И, ну, вот, например, эта игра очень, например, какой-нибудь видос снимать наподобие инфоповода какого-нибудь. Почему бы эту игру на заставку не вставить? Почему бы и нет? Типа всякие GTA 5 они это уже за шквар вставляют, мне кажется. Я, может, что-то тут неправильно говорю, но это моя личная точка зрения. Чего? Это мое личное, субъективное мнение. Я его ни в кому не внушаю, никого заставляю его придерживаться. Да, я очень умный человек, в скобочках нет, конечно же. Да. Ща. Да сдохнет, кому он умрешь сегодня. Спасибо. Вот видите, из-за маленького FPS. Я не знаю, это просто у меня в Bandicam почему-то он больше не снимает вообще нормально. Раньше он снимал нормально, а сейчас уже нет, всё. Раньше я снимал всё время с Bandicam, потому что у меня чисто даже программы для монтажа не было даже самого такого плохого. Но сейчас появилось, в принципе, и сейчас я могу с Fraps снимать. А раньше я вообще с Fraps не снимал. Раньше я в основном с ноунеймов каких-нибудь снимал. Ну или Bandicam, а не Крякнётова. Крякнётова. Ага, классно. Даблкилнайс. Да. Чё ещё? О чём поговорить? В общем, у меня сейчас очень мало времени осталось. Скоро, наверное, уже будем заканчивать. В общем, игра очень прикольная. Ещё раз повторюсь. Действительно. Вот, несмотря на графон, несмотря на эти мыльные текстурки, непривычные людям в основном. Всё равно это какой-то шутер. И геймплей мне тут очень нравится. Серьёзно говорю. Геймплей тут классный. Вот, типа, ну да, реально. То есть, в CSGO там тоже очень хорошо, но, понимаете, там много бомбящих людей. Я не буду называть школьниками их, потому что я опять школьник, и опять мне начнут выказ засирать. Типа, школьник сам, школьник и всё вот это вот. Типа, я ничего не говорю о том, что я не школьник, я и школьник, и в основном, не знаю, на ютубе в основном школьники смотрят видосы, если что, если как. Несмотря там про всякие дачи-передачи, классная лифма вообще, дачи-передачи. Опа! На нахер, вот это мне ещё фортануло. Опа! Посмотрите, мастера авика просто. Я почему-то, когда играл, я эту пушку как завик воспринял, не знаю почему. Да как? Ты умрёшь, нет? На. Грунт. Грунтовушка. Опа-на! А-а-а-а! Умри! Ой, извиняюсь за такие крики, конечно. Это жёсткая, потная игра просто. Понимаете, да? Все дела. Не, ну это боты. Вот с людьми это реально такой хардкорный, хардкор просто играть. Вы не представляете. Вы можете скачать, вы просто ищите, типа, эту игру в Яндексе Quake 3. Да и всё, по первой ссылке приходите, скачивайте. Ну да. 1 хп. Ну это уже, блин, это понятно, откуда КСГО 1 хп взяло. Это уже, я понял. Да. Так, ну попробуем чё-нибудь ещё сделать и закончим уже. Ээээ, высп... Чё? Отступиваться можно, ладно, окей. Короче, вы спросите, для чего ты снял этот видос? Ведь ты, как бы, игрой не особо увлечён и... Типа этого. Ну, игрой я сейчас... Да, согласен, не особо увлечён, но... Всё равно как-то... Надо было чё-нибудь снять, это во-первых. Потому что видосы... Я говорю, у меня крайне редкие видосы будут, вот это всегда будет так. Но вот, если, как бы, будет получаться всегда при возможности, я иду снимать видос. Всегда, когда есть возможность. Но она у меня очень редко бывает. Как вы можете заметить. Кстати, скорее сегодня вечерком зальёт этот видос. Не знаю. Или завтра. Я не знаю, как получится. Такс. Ну чё, уже, наверное, пора заканчивать надо будет. Давай, умри, умри. Батяра! Батяра! Давай пилой. Ушатай. Давай, давай. А, кстати, тут бы хоп есть. Опа! Кстати, Андреал бы хопить. Опа! Извиняюсь. Это такие звуки. Спецэффекты, да? Чипа мастер монтажа. Офигенно просто. 5 хп. Ну понятно это всё. Откуда КСГО берёт такие цифры? Это из Quake 3 всё берут. Между выбором КСГО и КСГО 3-го. Не КСГО даже! Пусть КСГО 1.6 я бы выбрал, наверное, 1.6 всё-таки. Ну, блин. Ну, не знаю. У меня вот именно такие игрули, они очень интересные. И они мне нравятся. Но всё-таки КСГО 1.6 это и есть 1.6. Вот серьёзно. От КСГО 1.6 вот никто не откажется. Никто не заменит его на Quake 3 или ещё на что-нибудь. Ну, те, по крайней мере, которые играли хотя бы... Да хотя бы 50 часов. Они уже поняли, в чём кайф игры в эту игру. Чё я сказала бы. КСГО 1.6, если вот в Стиме, у меня наиграно 11 часов. Но я столько... Только я года 2, наверное, в КСГО 1.6 играл каждый день. То есть, по часику, по 2, может, было. То есть, у меня в итоге где-то наиграно было, ну, часов, наверное, 300. Вот серьёзно. Я очень много играл в КС-очку. В КСГО 1.6. Чё, друзья, наверное, надо будет заканчивать. Потому что всё время кончилось у меня. Уже пора в шкалку валить. Спасибо за просмотр. Всем пока, друзья. Сейчас я замочу хоть одного. Спасибо. Ладно. Всем пока, друзья. Удачи. Вот Quake 3 арена. Пока.